я вот раньше читал про диету зачем нужна диета когда дисбаланс в организме надо просто приучить какой-то дисциплине по калории по питанию там и так далее то есть некоторое время надо сохранить создать пищевые привычки и как привычки появляется организм выстраивать свою работу и тогда уже не надо некую диету он будет работать как часы вот мне где это в принципе понравилось поэтому пришла такая мысль а почему бы нам не пользоваться своим телом если раньше мы должны были пользоваться им телом дров наносить воды там и так далее наколоть наносить его должны постоянно были им пользоваться должны быть сейчас мне достаточно писать какие-то заметки в блоге и доставку на дом не вообще шевелиться не надо ну и сами понимаем если нам не шевелиться мозг начнет отказываться от тех частей тела которые нам не нужны сначала начинаются боли потом нерабочая тема потом пролежние и так далее то есть мозг пойдет нам навстречу ради чего то есть мы стремимся что такое я не хочу шевелиться это же возврат туда в колыбель это значит ты не умеешь шевелиться если ты хочешь не шевелиться это значит у тебя нет умения шевелиться потому что само движение должно приглашать радость ну а раз такого нет что теперь дело в решении радость не приносит но я понимаю что надо бы шевелиться и тогда мы предлагаем ряд упражнений которые повторяем причем их спектр очень широкий очень большой от совсем простых для совсем сложных где человек может найти себя во первых не просто найти то что он может делать сейчас уже но и найти то куда расти чему можно еще научиться и наша задача создать привычку роста человек привык расти хотел расти чтобы он доставлял удовольствие радость и так далее и тогда вопрос сколько раз в неделю на гимнастику просто пойдет я скажу сижу делать нечего да вот я начинаю кистями работать покрутил на дело геннадь это нет просто у меня слова я думаю а пока думаю я вот начинаю стопы разминать кисти то есть это мне не мешает не мешает но если я стою мне надо постоять подождать я также могу потянуться я тогда постоянно гимнастику я постоянно тогда двигаюсь понимаете и мне это не мне не нужно для этого время прям уделять на гимнастику я этим живу даже когда я сейчас с вами разговариваю это гимнастика артикулярного аппарата речевой аппарат я продолжаю держать осанку я продолжаю я продолжаю формулировать слова мышцы артикулярные работы до продолжаю дышать то есть гимнастика должна быть часть жизни то есть настолько ты привык чтобы она перестала быть событием в твоей жизни все это твоя жизнь будет более системно выстроена скажем так а ты понимаешь с чем ты сейчас хотел бы поработать